Всем привет! А как вы думаете, может ли хлопок расти на дереве? Да еще настолько высоко, что приходится сбивать его оттуда палками. Ну хлопок, конечно, нет, но один из его дальних родственников очень даже да. И сегодня я расскажу вам об одном очень необычном волокне, который сейчас набирает популярность в производстве одежды. Это волокно Капок, которое добывают из плодов дерева Сейба. Сейбу фермеры и выращивают ради этого волокна, внешне очень похожего на хлопковое, а добывают волокна из его созревших плодов. Волокно это очень легкое, теплозащитное, поэтому традиционно коренные народы Африки и Америки использовали его для набивки подушек и матрасов. Сейба или по-латыни сейба пентандра, также называется хлопковое или капокковое дерево, это тропическое дерево семейства Малевых. Родиной сейбы считается Западная Африка, но некоторые иуды растут в Центральной Южной Америке, Мексике и Карибских островах. В других регионах, в частности в Азии и Индонезии, распространение дерева уже помог человеку. Сейчас капок, или его еще называют яванский хлопок, выращивают и экспортируют из Нигерии, Мозамбика, из Танзании в Африке, в Шри-Ланке, Индонезии, Таиланде и Филиппинах в Азии, а также Эквадору в Южной Америке. Сейба являлась священным деревом во многих мировых культурах. Для индейцев майя сейба представляла собой связь между небом и землей. Они изображали сейбу как дерево, на котором держалась вселенная. Согласно их верованиям, ветвы сейбы находились в небе, ствол там, где жили простые и смертные, а корни уходили в нижние миры шибальбы. Прямо как священное дерево Эвова в Атаре, не правда ли? Африканские племена считают, что сон на листьях сейба очищает душу, наделяет энергией и приносит человеку счастье и здоровье. Сейбу нельзя резать, срубить или сжигать. Никто без проведения специальных религиозных церемоний и без разрешения святых не осмелится сжечь или выкорчевать сейбу. Одно прикосновение к сейбе укрепляет дух и тело. Местные говорят, все связанное с ней приносит пользу. Даже просто смотреть во время дождя на ствол, по которому стекают струи воды, освежает сердце. На Кубе сейба – одно из самых символичных деревьев, в котором поклоняются кубинцы разных верований. Согласно легендам, все умершие предки, независимо от их цвета кожи и происхождения, в конце концов выбирают сейбу для своего вечного места обитания. Для христиан сейба – это дерево Святой Девы Марии, а в афрокубинских религиях оно отождествляется с образом Санта-Барбары. Историческая сейба находится в Старой Гаване на Оружейной площади, где в день города, 16 ноября, горожане выстраиваются в очередь, чтобы обойти три раза вокруг священной сейбы, притрагиваясь к ней рукой и загадать желание. Сейба – исторический символ Фритауна, это столица Сьерра-Леона. Город был основан бывшими рабами, которые вернулись после окончания Гражданской войны с США. Когда в конце 1700-х годов репатрианты приплыли на лодке, они собрались под ветвями сейбы, чтобы вознести молитвы в своем новом доме, который они назвали Фритауну или Свободный город. Примерно 400-летнее дерево высотой 70 метров и шириной 15 метров на протяжении десятилетий было национальным символом Сьерра-Леона. Впоследствии дерево появилось на банкноте страны и было воспето в детских стихах. Его даже посетила королева Елизавета II, чтобы отметить независимость Сьерра-Леона от британского колониального правления в 1961 году. Но 24 мая 1923 года буря повалила дерево, оставив пустоту в сердце каждого Леона. Сейчас уцелела только нижняя часть ствола. Представьте себе высоту сейбы в 60-70 метров, это два девятиэтажных дома, а иногда она достигает высоты и 100 метров, в диаметре может быть и 2, и 3 метра. Средняя продолжительность жизни сейбы 60 лет, но может дожить и до 300 и больше. По поверхности ствола и ветвей дерева разбросаны толстые, конические, очень острые шипы, которые защищают дерево. То есть, если на вас нападет хищник в джунглях, то вряд ли вы вскарабкаетесь на сейбе. На месте крупных белых цветов на взрослых деревьях воздевают несколько сотен грушевидных плодов длиной 15-20 сантиметров. Созревшие плоды вскрываются, выпуская наружу волокна, выстилающие внутренние стенки коробочек. Каждое дерево может давать в год 330-400 плодов или 16 килограммов волокна и 35 килограмм семян. В среднем фермеры получают около 500 килограммов волокна с гектар. Капок считается экологичным волокном, поскольку урожай собирают без вырубки деревьев и без использования химических удобрений. Процесс сбора урожая и отделение волокна является ручным и очень трудоемким. Но еще вы представьте, как собрать коробочки из веток дерева высотой в многоэтажку. Капок собирают, когда плоды полностью созреют и начинают раскрываться. Стручки собирают, когда они естественным образом падают на землю или их нужно сбивать с дерева. Для этого сборщики залезают на сейбу и длинными палками сбивают с веток коробочки. Далее нужно достать волокно из коробочек. Если коробочка закрыта, ее предварительно раскрывают палочкой, ножом или разбивают молотком, освобождая волокна. Затем необходимо отделить семена от волокон. В зависимости от массовости производства этот этап производят или вручную, или на специальных машинах. При ручном отделении волокно с семенами перемешивается в корзинах или ситообразных устройствах, напоминающих барабаны. При этом семена вместе с остатками стручков и сухими листьями оседают на дне контейнера, что облегчает затем их отделение от волокна. Семена перерабатывают для получения масла. Затем волокно высушивается на солнце или в сушилках и прессуется в кипы весом около 100 кг при слабом сжатии, чтобы не уплотнять волокно слишком сильно. Крупнейшими производителями волокна Капок сегодня являются Индия и Индонезия. Объем рынка волокна Капок в 2023 году оценился в 726 миллионов долларов США, а к концу 2030 по прогнозам ожидается, что он превысит 1 миллиард долларов. Эксперты полагают, что мировой рынок Капокового волокна будет значительно расти именно благодаря растущему спросу на экологически чистый, биоразлагаемый и возобновляемый материал. Капок относится к целлюлозным волокнам как хлопок или лен, так как его состав целлюлоза 64%, пентоза 22%, лигнин 12% и воск 2%. Посмотрите, как выглядит Капок под микроскопом. Это слабое извитое волокно, которое представляет собой полую трубку с очень тонкими стенками. Таким образом, Капоковое волокно на 80% состоит из воздуха, остальные 20% – это множественные полости и тонкая целлюлозная кожица. Из-за этого плотность волокна очень маленькая, всего 0,305 грамм на сантиметр кубический. Для сравнения, плотность хлопка 1,52 грамма на сантиметр кубический. То есть волокно и изделие из Капка очень легкие, в 5 раз легче хлопкового. А значит, при смешивании с другими волокнами масса изделия значительно снизит. Кроме того, каждое волокно покрыто тонким слоем воска, который делает волокно практически полностью гидрофобным. То есть оно вообще не впитывает воду. Легкость и гидрофобность стали причиной того, что долгое время Капок использовали как наполнитель для спасательных жилетов и кругов на воде. Волокно обладает превосходной плавучестью, в несколько раз больше, чем, например, у пробкового дерева. Наверное, природе это было нужно, чтобы коробочки с семенами, попавшие в воду, могли отправиться в морской или речной круиз и прорасти на новых землях. Капок на воде может выдерживать вес в 30 раз превышающий его собственный и теряет всего 10% плавучести в течение 30 дней. Во время Второй мировой войны из-за этой особенности Капок использовался на флоте США спасательных жилетов. Флот был настолько зависим от волокна, что спрос на него был назван стратегическим и критическим. Военные даже предвидели прекращение поставок этого материала в Юго-Восточную Азию из-за войны на Тихом океане и готовились к созданию больших запасов материала. Полая трубчатая структура волокна также обеспечивает ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, благодаря чему Капок отличный наполнитель для подушек, одеял и зимних куртов. Волокна Капока отлично сохраняют тепло и способны поглощать неприятные шумы, благодаря своей полой структуре. Длина волокна 15-35 мм, в среднем 18 мм, то есть несколько короче средневолокнистого хлопка. Волокно очень легкое, его линейная плотность всего 0,04-0,07 текст, это почти микроволокно, примерно в три раза меньше линейной плотности хлопкового волокна. Причина такой низкой линейной плотности в широком центральном пустотелом отверстии. Разрывное удлинение волокна 2-4%, примерно как у льна. Прочность волокна, при этом за счет его структуры, примерно вдвое меньше, чем у хлопка, и составляет 12-15 см на текст. Диаметр от 30 до 36 мкм, что соответствует диаметру шерстяного волокна. Волокно очень быстро сохнущее, упругое, не вызывает аллергии, нетоксично, устойчиво к гниению, грибку, насекомым и не имеет запаха. Цвет волокна от желтоватого до светло-коричневого. Таким образом, хотя механические свойства волокна не слишком высоки, но его гидрофильность и теплоизоляция уникальны среди всех натуральных и химических волокнов. А воск, покрывающий волокно, обеспечивает не только гидрофобность, но и уникальное свойство капока впитывать и удерживать в полости волокна масло. Но при этом воск и затрудняет окрашивание волокна. Также к недостаткам можно отнести недостаточную прочность, эластичность, большую неравномерность по длине, хрупкость и легкую воспламеняемость капока. Применение капока для получения пряжи освоено относительно недавно, поскольку долгое время считалось, что капок не подходит для получения пряжи из-за его низких механических свойств, так как они относительно короткие, скользкие, ломкие, а также из-за воскового покрытия. Только в 2006 году были проведены первые коммерческие исследования получения пряжи из смесей капка с другими волокнами, в основном с хлопком. Стоит остановиться на уникальном свойстве капока, не впитывать в воду, но поглощать своей поверхностью масло. Капок из-за воскового покрытия впитывает масло на уровне 40 грамм масла на грамм волокна из масляной суспензии в воде. Волокно капока представляет собой тонкостенную полую трубочку диаметром примерно 15-35 микрометров и толщиной стенки 1-2 микрометра, заполненную до 80% воздухом, что и дает ему возможность впитать так много масла. Адгезионные силы между молекулами масла и поверхностью волокна, покрытые воском, выше, поэтому капли масла легко прилипают к поверхности волокна. Капок имеет самую высокую нефтепоглощающую способность среди волокон и самую низкую водопоглощающую. Это свойство может быть очень полезным при разработке нефтесорбирующих материалов, необходимых для предотвращения загрязнения окружающей среды, вот, например, развитой нефти, мазута или масла. Капоковое волокно избирательно впитывает очень большое количество масла. Например, 43 грамма керосина на грамм волокна или 65 грамм соевого масла на грамм волокна. А при специальной обработке поверхности волокна возможно получение более высоких показателей. Например, фильтр из капокового волокна доказал свою высокую эффективность поглощения от 80 до 91% масла из точных вод и фильтров. Основное назначение капоковых волокон – это наполнитель для подушек, одеял, других постельных принадлежностей и очень теплых курток, обивки и мягких игрушек. И все это из-за легкости и хорошей теплой звукоизоляции. Чем же этот наполнитель лучше других? Ну, во-первых, это 100% натуральное и экологичное сырье, ведь сейба не требует химикатов при выращивании. Легкость, упругость, долговечность, устойчивость к сваливанию в процессе эксплуатации, также абсолютная водонепроницаемость, антиаллергенность, а благодаря водоотталкивающим свойствам капок не гниет. Поэтому для людей с нежной кожей, для стонных к аллергии, для детей можно рекомендовать капоковые подушки и одеял. Кстати, в буддизме капок имеет особое значение, поскольку является наполнителем для подушек для медитации дзапу и дзабутона. Дзапу – это японская круглая подушка для сидения, которая используется во время медитации в дзен-буддизме. А дзабутон – это японская плоская подушка для сидения на полу, реже на стуле. Любое место в Японии, предназначенное для сидения на полу, должно быть для комфорта обеспечено дзабутоном. Также на основе капока производят композиты для электроники при армировании его другими растительными волокнами или материалами. Из-за сложности в переработке капоков пряжи его смешивают с хлопком при добавлении капока 20-30%. Посмотрите на эту таблицу. Даже при добавлении всего 20% капоков в смесь, при получении компактной гребяной пряжи или, как сейчас говорят, компакт-пенье, все показатели пряжи ухудшаются. Смотрите, снижается прочность, снижается удлинение, увеличивается нервнота и количество пороков внешнего вида. Это связано с невысокими механическими характеристиками капокового волокна. Но при этом изделия получаются более легкими и лучше сохраняют тепло. Однако это ухудшение свой совсем не критично, поэтому вот и выбрали такое небольшое добавление 20-30%. И изделия из капокового волокна с хлопком, думаю, весьма комфортны для своей натуральности и легкости. Если у кого-то есть такие, поделитесь, пожалуйста, оценкой в комментариях. Давайте посмотрим теперь, что сегодня можно найти на рынке одежды из капокового волокна. Это мужские и женские футболки, рубашки, костюмы. И у всех посмотрите состав хлопок плюс капок. Стоимость таких изделий совсем не дешевая. Например, маечка с капоком будет стоить около 4000 российских рублей. На мой взгляд, в производстве одежды это больше маркетинговый ход, связанный с новым на рынке натуральным волокном, которое может заинтересовать любителей эко-одежды. Почему же такое интересное волокно и идеальный наполнитель для подушек и одеял не нашел такого широкого применения сегодня? Ну, прежде всего, это обусловлено сложностью выращивания деревьев и сбора сырья. Ведь сейба имеет высоту 50 метров и выше, а плоды с волокном собирают вручную. Лишь относительно недавно в Азии были заложены плантации сейба. Но сбор плодов и отделение волокон от семян и кожуры плода остается ручным и дорогостоящим. Волокно капока сегодня является довольно недооцененным по сравнению с хлопком и другими растительными волокнами, но привлекает все больше внимания у производителей одежды и постельных принадлежностей, как экологически чистое волокно. Деревья сейбы быстро и хорошо растут в разных экосистемах и способствуют биоразнообразию на нашей планете, сохраняя жизненно важную среду обитания для многих организмов. Эти деревья растут без вредных удобрений, а также не требуют орошения. Наконец, капок биоразлагаемый и легко компостируется, поэтому его можно безопасно утилизировать по окончании жизненного цвета. Поэтому кладите под голову капоковую подушку, садитесь за бутон, набитый капоком, и всем Ом! Не забывайте подписываться. Если хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.